Может ли обычный человек, который не занимается единоборствами с детства, да и особо не тренирует их сейчас, да еще и без таланта к ним, стать профессиональным бойцом с непобедимым рекордом? Мне кажется ответ очевиден. Конечно может, если у него есть для этого деньги. Привет снежные барсы, с вами проект Муэйтай Сикея и я Варченко Виталий, а в этом обзоре мы посмотрим на супер непобедимых бойцов, которые сделали себя сами, вернее их капуста. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Хорхе Каваки, известный в среде шоу-бизнеса Мексики человек, который решил показать всем, что он еще и великий боксер. И действительно показал. На его счету 11 боев и 11 побед нокаутом. Такого рекорда вообще мало кому удается добиться. Но не нашему Хорхе. С его-то внушительной мускулатурой. Кстати, которую он так тяжело себе вживлял с помощью силикона и синтола. И пролил немало. Нет, не пота, а слез. Потому что боялся иголок с детства. Но что не сделаешь ради красоты. А теперь перейдем к нашему невероятному бою. В котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все-таки происходит. Но вот в реале этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. А если вы обратите внимание на соперника, то видно, что он бьет Хорхе только по плечам и рукам. И ни разу не ударил в голову. Но шокирующий боковой от Каваки отправляет боксера на канвас. В нокдаун. Кстати, видно, что боксер неплохой. И реально мог бы раскатать Хорхе секунд за 30. Но Мексика страна бедная. И как-то нужно кормить семью. В общем, если хочешь стать великим боксером, бери мешок картошки и едь в Мексику. Там за еду найдешь парочку серьезных противников и набьешь себе рекорд. А дальше у нас Баба Рамдев. И инструктор по йоге в Индии, который начал преподавать йогу по телевидению и благодаря этому стал знаменитым. Но, наверное, славы гуру йогина ему было мало и он решил всем показать, что йога это еще и крутое боевое искусство, а вернее борьба. В принципе, как сейчас делают все. В соперники Баба взял не кого-нибудь, а Андрея Статника. А это, между прочим, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и победитель чемпионата Европы в весе до 66 килограмм по вольной борьбе. Честно говоря, меня из всего этого удивило одно. Зачем это нужно было Андрею? Он профессиональный спортсмен, олимпиец, который согласился на это позорище. Вот до чего доводит ситуация спорта в стране, когда спортсмены мирового уровня должны подрабатывать грузчиками и участвовать в подставных матчах, чтобы хоть как-то заработать на новую форму и витаминки. Конечно, не исключено, что для Статника это был просто прикол, а не матч, чего не скажешь про Баба Рамдева. Поединок проходил в Дели. Все фаны и телезрители реально его расценивали как мегабой, в котором их гуру покажет, что йога дает нереальную силу за счет внутренних резервов космического потока вселенской коллабораций. Бой, конечно, получился полным отстоем. Для нормального человека было видно, что Андрей вообще ничего не делает, а просто стоит и ждет, пока этот гуру сделает хоть что-нибудь. Но индийские фанаты вознесли своего йогина до небес. И если бы он еще спел и станцевал после боя, восторгу не было бы предела. А это бой легенды Микки Рурка. Да, именно того самого голливудского Микки Рурка. Бой проходил под заголовком «Голливудская звезда Микки Рурк возвращается в бокс в возрасте 62 года». Хочу вам сказать, что в 62 года дойти до ринга это уже уважуха, особенно глядя на наших мужиков во дворе с пивом, самогоном и домино. Конечно, назвать этот бой реальным боксом мог только очень преданный фанат Микки. Но в любом случае он молодец. Сделать такую постанову и самому не упасть от задышки после первых 10 ударов в таком возрасте – это уже победа. А сам бой закончился во втором раунде нокаутом от Рурка – ударом по сраке молодого боксера. Правда, потом говорили, что пацан получил от Рурка 15 тысяч долларов за этот бой. Но сам Микки это опроверг. А ты бы упал в нокаут за 15 тысяч зелени? В этом бою мы посмотрим на Томми Моррисона, который был чемпионом мира в 93 году и провел 52 боя на профарене. Это был действительно мощный боксер. Но этот бой проходил по правилам ММА. Только в боксерских перчатках и шортах. Честно говоря, не совсем понятно почему. Соперником Томми был Кори Вильямс в белых шортах. Почему этот бой считается фейком? Потому что Кори всего пару раз даже не ударил, а просто показал удары коленями. Так ни разу и не сделал удар ногой. И даже не попытался перевести в партер. То есть, зная, что против тебя стоит отличный боксер, он просто пытался с ним боксировать. По крайней мере это странно. Продолжение следует... А упал от непонятного удара, который не казался настолько мощным. После чего как Чаплин пытался встать и падал. А как ты думаешь, это подстава или Моррисон реально так жестко попал? Продолжение следует... А по этому бою было заведено расследование в подозрении на договорняк. В ринге сошлись Дэнни Грин и Пол Брикс. Бой проходил на родине Грина, в Австралии, и получился таким же непонятным, как сумка у кенгуру. На 28 секунде боя Брикс свалился в нокаут непонятно от какого удара. На повторах кто-то высмотрел джеб, который пришел вскользь. Я, конечно, понимаю, что весовая категория до 91 килограмма подразумевает мощные удары, но не такие. В интервью Грин рассказывал, что встретил Брикса мощным джебом, который отрабатывал на тренировках тысячу раз. Но мы-то знаем, что каждый боксер наносит джеб десятки тысяч раз за годы тренировок. Но это не дает ему такой разрушительной мощи, чтобы от скользящего прикосновения отправлять в глубокий нокаут. А то бы все бои длились до первого попадания джебом. Кстати, в карьере у Грина было много спорных побед. Но здесь можно отдать должное его менеджеру. Красавчик! В любом случае, не стоит винить бойцов, которые соглашаются на подставные бои. Это далеко не самое худшее, что люди делают за деньги. Жалко только зрителей, которые должны на это смотреть. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик и делись видео с друзьями. А если ты хочешь освоить реальные навыки муай-тай или самообороны на улице, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках!